До сих пор до нас доносятся отголоски чернобыльской трагедии, которая произошла в апреле 1986-го. И только спустя полгода, в конце ноября, удалось установить над взорвавшимся четвертым энергоблоком железнобетонный саркофаг. Сегодня в Азове очевидцы тех трагических событий возложили цветы памятнику ликвидаторам ЧАЭС. В память об этом дне. Все люди настолько, они, ну, как братья. Я впервые их увидел. Назвать можно даже братцам Чернобыля, потому что они поддерживают друг друга. Все уже в возрасте, многие уходят. Наша задача для поколений донести вот нашими, нашей помощью, нашим вниманием донести ту трагедию. И подвиг тех людей, которые сразу же с первых дней окунулись в смертельную опасность. Главное было сделано правильно. Люди спасли мир. Я хочу выразить от себя, от администрации, глубокую признательность всем участникам ликвидации и строительства этого укрытия. Почтить память тех, кого уже нет, а, к сожалению, каждый день сегодня уходит. Вот буквально вчера ушел еще один человек. И с каждым днем их становится все меньше и меньше. Будем помнить тех, кто ушли, которые совершили этот подвиг. И будем поддерживать тех, кто остался, и их жен. Напомним, что в апреле 1986 года на Чернобыльской электростанции произошло разрушение реактора 4-го энергоблока. В атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта трагедия до сих пор расценивается как крупнейшая во всем мире. Через 24 дня после катастрофы началось проектирование саркофага, а с июня по ноябрь того же года – его строительство. Когда к лету уровни радиации снизились на строительство купола, военкоматы стали мобилизовывать военнослужащих запаса. Среди них был и азовчанин Александр Турчанинов. Два раза, где приходилось быть на крыше третьего реактора. Очищали мы этот грунт, который был выброшен с реактора. Ну, как, всего давалось нам для того, чтобы схватить или лопатой скинуть что-нибудь с крыши, 45 секунд. Одежда была такая. Просто свитцовая накидка, защитный экран на лицо, очки, респиратор. Ну, а больше ничего. Двух раз было достаточно, чтобы получить большую дозу облучения, которая на тот момент считалась нормой. Нам, когда в Жлобине мы медицинскую комиссию проходили, нам говорили, что сначала 50 рентген – это нормальная доза облучения. Ну, а потом, когда первая партия пошла, люди пришли уже никакие, когда 50 рентген получил. Потом сразу мгновенно убавили на 50 процентов – 25 доза облучения. И вот, как говорится, по мере пребывания в зоне третьей зоны, ну, накапливал свои рентгены. До 24 декабря 1986 года Александр Турчанинов оставался в зоне ликвидации и стал свидетелем консервации реактора, который был занят в эксплуатацию в конце ноября. За время взрыва вертолетами было сброшено в жерло реактора, где-то около 60 тысяч тонн – это песок, цемент, свинец, потом еще какой-то борь или не знаю, ну, что такое. Ну, в общем, сбили эту температуру, сбили температуру, потом только начали работать, жили люди по созданию комиссии, решили создать, как говорится, объект укрытия, это саркофаг. К сожалению, это временная мера, так как в реакторе с годами скапливается большое количество радиоактивной пыли, период полураспада которой достигает 24 тысяч лет. Когда комиссия приняла, нам говорили, что действие урана, который остался там внутри реактора на 30 лет, ну, он-то до сих пор бушует. И саркофаг, почему в 2000 году надели новый саркофаг, надвинули на него новый, чтобы разбирать потом старый, который там, потому что температура такая температура, что бетон не выдерживает этой температуры и разлагается его. 26 апреля – день памяти всех, кто пожертвовал здоровьем и жизнью при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭЦ. А 30 ноября, хоть этой даты нет ни в одном календаре, день гордости для ликвидаторов этой аварии, поскольку им удалось решить сложную задачу и возвести саркофаг в весьма сжатые сроки. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо